Ще-эн-Чи, США, ДНК неандертальца в геноме человека практически не влияет на его внешность и эмоции. Энгибонс. Ще-эн-Чи, США. 28 апреля 2020 года. Если вы думаете, что веснушки, рыжие волосы или даже нарколепсия достались вам от неандертальца, затесавшегося в вашем семейном древе, не обольщайтесь. Действительно, у людей по всему миру в геномах есть фрагменты ДНК этого древнего человека. Но согласно исследованию, в рамах которого были изучены данные десятков тысяч исландцев, унаследованные от неандертальца в части ДНК либо вообще не влияют на их физические черты и здоровье, либо влияют очень слабо. Специалисты в области полиогенетики около 10 лет назад пришли к заключению, что большинство жителей Европы и Азии от 1 до 2% своего генома унаследовали от неандертальцев. Меланизицы и австралийские аборигены и другие 3-6% ДНК получили от денисовского человека, родственного неандертальцем вида, обитавшего в Азии где-то 50-200 тысяч лет назад. Один за другим публиковались исследования, которые гласили, что варианты генов, доставшиеся от этих древних видов, могут увеличивать риск развития депрессии, диабета, образования тромбов и появления других недугов у ныне живущих людей. Возможно, эта ДНК также меняет форму нашего черепа, укрепляет иммунную систему и влияет на цвет глаз, цвет волос и чувствительность к Солнцу. Об этом свидетельствуют результаты анализа генетической и медицинской информации, которая хранится в биобанках и врачебных базах данных. Однако новое исследование, в рамках которого следы ДНК вымерших видов людей искали в генах современных жителей Исландии, ставит под сомнение многие из этих утверждений. Ученые из Оркутского университета в Дании изучили полные геномы 27 566 исландцев из базы данных исландской компании Dijodigenetics. Они искали необычные варианты генов вымерших видов. В итоге специалисты получили огромный каталог предположительно архаичных вариантов, где их было от 56 до 112 тысяч. Результаты исследования оказались неожиданными. Так, ученые выяснили, что 3,3% архаичной ДНК исландца унаследовали от денисовского человека, а 12,2% полученные из неизвестных источников, 84,5% достались от близких родственников неандертальцев, геномы которых использовались в исследовании. В то же время ученые не установили никакой статистически значимой связи между ДНК вымерших видов и веснушками, цветом волос, глаз и развитием аутоиммунных заболеваний, таких как болезнь крона и волчанка, что идет вразрез с результатами предыдущих исследований. Специалисты пришли к заключению, что фрагменты неандертальской ДНК оказывают ограниченное влияние на такие сложные признаки, как рост или подверженность депрессии, поскольку они предполагают взаимодействие многих генов. Ученые не рассматривали воздействие генов на форму черепа или иммунную функцию, которые, предположительно, ассоциируются с неандертальской ДНК. Популяционный генетик Джошуа Эйке, Яшуа Акей, из Принстонского университета назвал обнаружение денисовского ДНК у исландцев поразительным. Как он отмечает, вряд ли денисовцы приплыли в Исландию на лодках и привезли свою ДНК. Вероятнее всего, еще задолго до того, как теперешние исландцы добрались до острова, произошло скрещивание неандертальца или современного человека с денисовцем. Относительно слабое влияние неандертальской ДНК на большинство признаков неудивительно, поскольку наши геномы в основном представлены ДНК современного человека, добавляет он. Специалист в области вычислительной биологии Джанет Келса, Янет Келса, из Института Макси Планка подтвердила его слова, но в то же время заявила, что воздействие ДНК вымерших видов на исландцев и на другие популяции может быть разным. По словам главы Дичоди Генетичси ведущего автора исследования Кури Стиваунсон, Кари Стивансон, нужно просто смириться с тем фактом, что вклад неандертальской ДНК оказался не столь значимым, как утверждали предыдущие исследования. Однако его команда планирует продолжить работу, чтобы окончательно во всем разобраться. Так, они посмотрят, как выражены неандертальские и денисовские гены у исландцев из базы данных Дичоди Генетичс, изучив уровни более 5000 белков. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. 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 СМИ.